Скажите немного о статистике. Вот вы приехали в Херсон. В Херсоне какие-то цифры есть, которые можно называть? На встречу зарегистрировалось что-то в районе 30 человек. Пришло, я смотрю, меньше. Ну, так обычно и бывает. Не все успевают. После немножко отменяется. Сколько блогеров в Херсоне? К сожалению, именно отбор, кому послать письмо, приглашение на встречу, делал мой зам. Он в Киеве сидит. У него есть программа специальная и так далее. Поэтому я просто не смотрел на это. Специально зайти посмотреть можно. Это, кстати, несложно. Можно сделать каждый. У вас в профиле указано Херсон? У меня, да. Кликайте на... Он ссылочка, почему? Кликайте на него и вам выдают список всех блогеров из Херсона. Потому что он мертвый. 3-4. Сейчас, сейчас. Там они отсортированы по... Когда в последний раз они писали свой блог. Соответственно, вначале стоят те, кто писал недавно. И так вот смотрите, кто хотя бы месяц назад писал. Это не мертвый, однозначно. Их у себя найдет несколько сот. Потом вы попробуйте вместо слова Херсон по русски написать Херсон латиницей. И тоже посмотрите. В других городах еще важно написание украинский русский. Потому что Львив или Львов это... Сначала по-русски написал, потом по-краински. Потом в латинице Львив и латинице Львов. И все это проверил. Или Львив с апострофами без. И вот так вот. Оказывается, что их в каждом городе набирается несколько сот. Активных из них... Ну, это активных из них. Вот так их там тысячи зарегистрированы. Во всем ЖЖУ в Украине аккаунтом зарегистрировано 660 тысяч. При этом большинство, конечно, из них мертвые. Активных может быть десятки тысяч. Не более. Но вот эти десятки тысяч, их в месяц считает 6 с чем-то миллионов уникальных пользователей. Это очень хорошая цифра. То есть на десятки тысяч шалтеров. То есть из поисковой системы заходит на них получается, да? Тоже, но не такой больше страх, но все-таки заходят, потому что ЖЖУ индексируется. Но больше всего заходят, кто-то кого-то лайкнул, порекомендовал ссылочку, так сказать, и люди пошли. Но ЖЖУ хуже индексируется, чем-то это. Без понятия. Хуже. Нет, ну я просто спрашиваю хуже. Не знаю, а что, когда вводишь какую-то фразу в Google выдает сверху Twitter, я не видел. Да, он выдает уже. Они очень быстро развиваются. И Facebook, и Twitter, поэтому... Twitter выдает очень, да. Да я не спорю, ЖЖ тоже быстро развивается. Особенно вот в этой оффлайновой поддержке, то есть даже не технически, а вот именно выход блогерам этого они делать не на своем. Они будут потом это делать. Когда у них прекратится безудержный рост, появится какой-то новый модный сервис, то его придется либо купить, либо догонять. Проходят все абсолютно жизненный цикл, все эти и так далее. Извините, мисс. Отвечаю на вопрос, где искал заказчик. Эта тема на самом деле сложная. Первое, разумеется, биржи типа Благуна и прочих. Я там начинал с этого. Потом я с этого ушел, у меня уже годы, три, наверное, уже года нет туда заказал. Причина слишком дорога. То есть у меня цены соответствующие рейтингу блога, а Благун забит всякими соочными, ну короче, ботами. Продажа ссылок. Да, ну а мне это неинтересно. И результат у меня они не покупают, и ну и все, Благун мне не интересен. Но большая часть все-таки была следующим образом. Я ведь объявил о том, что я теперь занимаюсь рекламой, и о меня читает отличное количество людей. Вот они начали обращаться. То есть приличная часть заказчика меня читает. Как ни странно. Далее, я знаю, что какие-то блогеры занимались рекламой, я к ним постучался. Я попросил своего богу, ну ребят, будете запущать рекламу, у меня тоже предлагайте. Вы же зарабатываете на каждом размещении, да, вы верите процент сверху. На мне тоже можно, кто против будет. Так и произошло. Вот таким образом я нашел. Мы делали рассылку по потенциальным заказчикам. Мы их выискиваем всякими разными способами, вплоть до банального. Мы заходим на сайт какой-то, мы видим там баннеры. То есть кто-то рекламируется. Если человек уже баннеры покупает, значит он дошел до понимания, что реклама в интернете нужна. Мы пишем ему и объясняем, почему у нас рекламируется хорошо. Честно, наверное, вот если взять 100 писем, да, а было заусловно несколько тысяч, может, даже десятка тысяч. Если брать 100 писем, то из них только два ответила, но и вовсе не купила рекламу. То есть только отреагировала. Вот такой выхлоп нулевой. Делал это мой зам по рекламе. У меня же вручный процент. В общем, он практически не работает, мы его оставили. Как нужно? Нужно на самом деле, чтобы ты жил в Москве или работал в каком-то пиар-агентстве. Тогда у тебя будет выход напрямую на заказчика, который, к примеру, как работает так же Coca-Cola. Так, у нас бюджетная реклама, мы продвигаем следующий слоган, следующую символику. И, например, новый вкус, да, какой-то. Хотя Coca-Cola не меняется. Ну, не суть. Новый граммургер какой-то. Нам нужно его везде распространить. Значит, покупаем 100 билбордов, там 10 часов на TV. И, ну, наверное, то, что останется на интернет. Вот интернет долгое время был по остаточному принципу, сейчас уже не совсем. Потому что все понимают, что, блин, медиа работают социальные. Значит, какая-то доля на интернет. То есть рекламный агентство, которое вообще занимается маркетингом, получает бюджет и тратит его часть на интернет. Таких, которые бы занимались только соцсетями, по-моему, только сейчас появились вот недавно. До этого они всегда были частью какого-то большого агентства. И вот если у тебя нет выхода на это агентство напрямую, если ты не живешь рядом, если ты не знаком с кем-то, то получать к нему заказы постоянно достаточно сложно. Мы же в Украине такое агентство сами создаем. Мы стараемся ими стать этим агентством. Скорее всего, на базе СУПа, но если не выйдет, то это может быть быкосторонняя фирма. Все-таки СУП, он сложный, он бюрократический, и такие вещи проваривающиеся тяжело. И, соответственно, будем искать заказчиков-блогерам. Тут вопрос, где искать, мы сами разрешаем. А на самом деле это тяжело. Мы вообще дофига делать не будем за вас. Помните, да, мультик, вы что за меня есть будете? Вот, есть мы за вас не будем, то, что вы заработаете, это ваше. Мы даже не собираемся вводить, типа, то, кто зарабатывает, платите нам процент. Ведь не надо. На здоровье. Все ваше. Главное, чтобы вы делали интересный проект. Скучное. Ну, кто-то обидится, когда пришлют, там и скажут, извини, но это не взлетит. Мы не будем это поддерживать, тратить на это ресурсы, пиар и так далее, потому что ты хочешь. Давай ты поменяешь это вот так. Наши редакторы работают следующим образом, он дает советы. Разумеется, мы были не куру, как делать классные блоги. Но мы, как редакторы, во всяком случае, я, ну как, как развестили тем, что я умею отбирать хороший материал, да, себе, именно хороший. Именно поэтому мой блог стал популярным. Отбирал бы я всякую лажу, его бы никто не считал, верно? Значит, у меня нет четкого описания, какой материал хороший должен быть, как плохой, как его делать. Но у меня есть хорошая чуйка, что из этого хорошо, что из этого плохо. Вот так мы, собственно говоря, работаем с тем, что нам присылают. Материал отбирают по какому принципу? Нравится, не нравится. Нравится, не нравится. Хорошо получается, плохо. Он не засторонний, не является. Абсолютно в разных областях, но мы чувствуем, это пойдет, а это не пойдет. Зацепит независимый. Мы ошибаемся в 5% случаев, разумеется. И потому что я иногда не понимаю, почему эта фигня вышла в топ вообще. Это вредно. Когда пишете, вы какие-то ключи там подписываете себе, если вы пишете, ну, да, ну, ключевые запросы. Нет, не делайте. Теги? Не, не теги. Ну, там, допустим, да, это очень часто, когда покупают пост у тебя, да, и просят ставить ключ какой-то. Ну, да. Вы постите какую-то новость. Так или иначе, какая-то аудитория будет ее искать через интернет. Вы анализируете поисковые запросы по подобным новостям и прописываете ключи? Нет. Я ничего этого не делаю. Я все вот так плохо разбираюсь, ну, близок к нулю, что просто ничего этого не делаю. Я бы рад, если бы мне кто-то не делал. Можно еще вопрос? У меня есть либо. А как вы относитесь к платформе Blogger? Сейчас она тоже очень популярна. Очень прям. Я знаю, что она есть, я знаю, что там какие-то... Она интересна технически, и ее вонлайн главный плюс, потому что она интегрирована с Google. Да? Да. Это плюс. В остальном, в принципе, все. Мне не нравится то, что опять идет раздробление. Давайте сделаем еще один консперент-найт, еще один блогер, еще одну лерушечку. Ну, если будет в каждом по чуть-чуть сидеть, ни один не взлетит. Лучше пускай в одном. И раз уж сейчас надо мне самая крупная же, так давайте уже примерно так. А блогер, ну, хайс там по себе. Там кто не занимается блогер? Ну, это да. Что-то я хотел, но... Сейчас я писать. Личный клоунт. Личный. Кратур. Качественный клоунт. В вашем Android-приложении для ЖЖ нет кнопки опубликовать? Игорь, это вы писали это приложение? Нет, конечно. Оно стороннее, или это? Это официально-приложение ЖЖ, которое написано супом, я так понимаю. Это не мое приложение. Есть мое, в том смысле, что приложение в Android поищите в Google Play называется Epic. Оно показывает только мой блог. Сделал его тоже не я. Это суп подарил всем топовым блогерам по такому приложению, которое показывает только его блог. Зачем? Ну, есть, оказывается, люди, которые читают только одно блогер. Не верите? Ну, они есть и повели, читают. Да, и удобнее было бы, ты снил, и оно все открылось, и читаешь, сидишь с его лентом. Более того, оно умеет сохранять офлайн-посты. То есть, нажал, и он вместе с комментами сохранился, потом ты заехал в метро, снил, и нет, и здесь читаешь. Ответить на коммент, конечно, нельзя. А вы сейчас Соня с ночевкой? Нет, дело в том, что так именно график выстроился, что я сейчас прямо отсюда уезжаю в Сиферополь, там ночую. Я бы могли вас пригласить на очень интересное место. Я очень хотел бы остаться. Беда в том, что мы попытаемся сделать два города за один день, Сиферополь утром в воскресенье, а Севастополь вечером в воскресенье. Если я не буду утром в Сиферополе оттуда ехать прилично, то я ничего не успею, и мне вот, пацан, надо, соответственно... Вообще, это путешествие ни разу, о что, пожаря особенно, ни разу не радость, но это очень нужно. Еще ни разу не пожаряло, что я куда-то приехал, хотя было города, где приходило 10 человек, например, там, ну, тупо вот нет людей приезжая особо. Как впечатление от Херсона? А я его видел, только что проехал, я попал на Тиевье, очень понравились эти два священника. Какая-то передача, что-то про богослужение, Слово Божие, там еще что-то. Спрашивается, чего я, тем более, я, вроде, как известный антиклирикал. Так как отец Олег, он же блогер. Отец Олег блогер, и кроме того, да, он сказал, что еду, это он меня пригласил. Они взяли тему, вообще, ну, кажется, интернет, общество, СМИ, как они приобретаются благодаря в его сфере, и, в конце концов, немножко о вере. Вот, ну, я, не, нормально. Они у блогеров. На вопрос, надо ли священникам идти в блоге, я сказал, обязательно, обязательно надо. Мне не нравится, когда священники идут в школу, потому что они идут к людям, которые практически ничего не поймут из того, что рассказывают, придется заучить догмы, типа... Тогда они могут от них уйти. Да, я, кстати, да, это принудило. А уже же, если человек пишет, он написать что угодно, к нему пришел кто-то почитать, он, значит, хочет это читать. Не хочет? Не хочет. Это раз персональная встреча. Вот, и пускай приходят, и так говорили, что он напишет, может быть, мы как-то там действительно подают тему по работе. Вот, что я видел в Херсоне, эти ТВ-вышку такую большую и вот эту студию, довольно старенькая. Город видел, проехал мимо. К сожалению, на экскурсию даже не успеваю, очень жаль, но...